Кьюар-коды, коллективный иммунитет, масштабные стройки и экология. Эти темы стали основными во время общения главы региона с жителями области. Свои вопросы они задавали во время прямого эфира на канале Россия 24 Самара. Детально обсуждались острые и проблемные темы. Обо всем подробнее в нашем следующем репортаже. Что сегодня делается для улучшения жизни людей? Несколько дней назад Дмитрий Азаров представлял наш регион на международном уровне. Доклад о развитии Самарской области прозвучал в формате видеоконференции между правительством губернии и организацией объединенных наций в Женеве. Для региона это впервые. В начале эфира губернатор вновь коснулся этого события. Он отметил, что это было и почетно, и волнительно. Мы четко исполняем эти цели устойчивого развития. А что это такое? Это продолжительность жизни, это демография, это защита здоровья людей, это обеспечение продовольствием, это борьба с бедностью, это гендерное равенство, это экологическая повестка, конечно же. Полностью на территории страны сформирован инструментарий достижения этих целей устойчивого развития. Что это такое? Это нацпроекты. Глава региона отметил, такое сотрудничество с ООН – обмен лучшим опытом с другими странами. Это позволит быстрее развивать экономику области. Но чтобы устойчиво развиваться в условиях пандемии, необходимо строгое соблюдение противовирусных мер. В первую очередь это вакцинация и введение QR-кодов. Дмитрий Азаров пояснил, что такая практика применяется во всем мире. Причем в ряде государств речь идет даже о введении штрафных санкций в отношении тех, кто до сих пор не сделал прививку. Вы знаете, что позиция Российской Федерации, лично президента страны, все-таки исходит из того, что надо убеждать людей, надо объяснять, настойчиво находить аргументы и объяснять, зачем это надо. Губернатор добавил, уровень вакцинации в Самарской области в среднем выше, чем по стране на 5-6 процентов. Но это не повод для гордости. Пока не достигнута главная цель – коллективный иммунитет. Для этого необходимо вакцинировать 80% взрослого населения. И в регионе созданы все условия. Работает около 200 прививочных пунктов. Из них 11 – круглосуточные. Губернатор подчеркнул, что сегодня уровень заболеваемости в области снижается, при том, что тестирование активно растет. Дмитрий Азаров отметил, что сейчас число заболевших коронавирусом в два раза меньше, чем месяц назад. Сегодня 37% коек свободны. Глава региона поблагодарил организаторов акции «Вакцинация – это жизнь». Сегодня те, кто привиты, могут получить самые разные призы. Вот знаю, что в первый такой розыгрыш, извините за это слово, призов победил замечательный ветеран. Активный, жизнерадостный. Истольятти, насколько я помню. Квартиру выиграл. По-моему, женщина наша землячка из Приволжья, автомобиль. А во втором этапе розыгрыша квартиру выиграла студентка из Самары. Также во время эфира губернатора спросили о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии. Глава региона отметил, что в Самарской области действует портал господдержки бизнеса. И за льготными кредитами обратилось уже более 12 тысяч предприятий губернии. Значит, одобрено заявление 10 489 на 60 с лишним тысяч человек. И уже одобрено субсидии на 770 миллионов рублей. Но это не все. Предприниматели из пострадавших отраслей могут получить льготный кредит. И этот кредит, так называемый ФОТ 3.0, поступило уже 1537 обращений. Значит, заявлена сумма кредита 5 миллиардов 40 миллионов рублей. Уже 902 заявки одобрено, а это 3,2 миллиарда рублей. 3,2 миллиарда рублей дополнительные кредиты дешевые, которые можно получить и сейчас поддержать бизнес в этот непростой период. Во время эфира губернатору поступило много вопросов от жителей региона. Большая часть из них касалась качества школьного питания, отлова бездомных животных, а также строительства спорткомплексов, домов культуры и детских площадок сельской местности. По каждому из обращений будут приняты решения в ближайшее время. Юрий Соколов, Елена Сафронова, Новости Толиати.